Березовая аллея теперь будет каждый день радовать ветеранов Октябрьского района. Иван Иванович Кириллов в годы войны работал на станкостроительном заводе. Делал мины и запальники для легендарных «Катюш». Появлению маленького березового сада очень обрадовался. Прекрасная аллея будет. Что-то будет какой-то пустырь заброшенный. А сейчас это будет прекрасное место. Дожить бы только, чтобы они поднялись. 70 берез по одной на каждую годовщину Победы. Теперь будут расти на пересечении Новосадовы и Осипенко. Выбирали деревья тщательно, чтобы прижились и долго радовали самарцев своей красотой. Выбор дерева символичен. На Руси издавна сажали березы на могилах воинов. Верили, что душа продолжает жить в дереве. А чтобы выразить эмоции, остановились на березах плакучих. Когда идет дождь, их ветки до земли, и по ним стекает вода. Ну, как бы в память. Именно в память о погибших. Деревья вообще выращены здесь, в Алексеевском районе. Они уже здесь перезимовали не одну зиму. Они двухметровые саженцы. Поэтому это не первая их зима будет. Прекрасно, что сажаем деревья. Это березы, которые отражают душу, мне кажется, русского народа. Это исконно российские деревья, которые будут хорошим напоминанием тем годам, тяжелым, которые прожила наша страна в прошлом веке. Вместе с березками на аллее появились и липы. А среди зеленых красавиц установили гранитный камень с памятной надписью. Деревья сажали более сотни самарских нотариусов. К благому делу привлекли и детей. Артем Асанов взялся за лопату одним из первых. Говорит, сюда его привело неиссякаемое чувство благодарности. Поздравить ветеранов, помочь, сажать деревья. Подарить подарки ветеранам за то, что они защищали нашу Родину. Затем, как растут молодые березки, нотариусы обещают пристально следить. Уверены, аллея славы станет одним из самых любимых мест отдыха горожан. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.